Сан-Сан, вы бы представили меня все-таки? Я в отпуске. Ну и что, вы хотите, чтобы я сам? Я здесь ни при чем. Представьтесь сами. Нет, это не скромно. А вы представьтесь скромно. Сан-Сан, когда вы произносите слово «скромность», оно ассоциируется только с одним человеком. Мы с вами. Я вас попросил. Ну ладно, сейчас мы объявим его скромно. Починнейшая публика. Впервые в передаче. Только один раз. Проездом из Ленинграда в Ленинград через Москву. Любимец публики и баловень судьбы. Всемирно известный писатель Михаил Мишин. Можете, если захотите. Можете, если захотите. Но вы довольны? Ничего, неплохо, ничего. Скромно. Не хочу, чтобы меня поняли правильно. Но где-то хочется чувствовать себя как дома. Если нигде нельзя, то хотя бы дома. Ну и дома же иногда чувствуешь себя так, будто зашел не вовремя. Ну буквально хочется извиняться за собственную прописку. Тут у нас недавно три художника решили сходить в ресторан. Ну отметить 50-летие плаката «Добро пожаловать». Ну и решили в тот самый ресторан при той самой гостинице. Ну знаете, у нее над входом еще написано «Хотел». «Хотел». Ну конечно им туда хотелось, в этот «Хотел». Потому что действительно чудная кухня, сказочный уют. То есть теоретически. А практически там швейцар. Этот швейцар там специально воздвигнут при входе в «Хотел». Для разъяснения советским гражданам, что для советских граждан местов нет. Потому что «Хотел» с его рестораном предназначен исключительно для спецобслуживания. Ну спец этого не знаете, что такое. Вас обслуживают, как обслуживают. Поэтому у вас так с нервами. А спец это как сон в летнюю ночь. Мух нет, горчица есть. Если нахомят, только по-английски. Потому что спец значит для наших дорогих зарубежных гостей из всевозможных Чикаго. Для них же по-ихнему и написано «Хотел». Ну а для хозяев, вроде тех художников, швейцар. Причем он входящим даже вопросов вообще не задает. Он гражданство по запаху чует. Если он кого из Чикаго почуял, у него не лицо делается, а крем-брюле с сиропом. Оттуда, плиз. И вы оттуда и вам, плиз. А ты убери паспорт. И так ясно, что не из Чикаго, а из Чебоксар. Значит отсюда. Значит отсюда давай к себе, отсюда и плиз. Не хочу, чтобы меня поняли правильно, но что такое принцип взаимности? Это как они с нами, так и мы с ними. Ну в дипломатии принцип взаимности соблюдается, добились. Теперь другая задача. Добиваться принципа взаимности по спецобслуживанию. Чтобы у них было как у нас. Заходит, допустим, в ихним Чикаго. В ихний хотел. Ихние чикагцы со своими чикашками. А ихним швейцарам, пардон, сэр, придется вас тормознуть. У нас тут спецобслуживают столько, которые из Чебоксар. Правда, есть опасения, что такого паритета достичь будет непросто, потому что там же свободная продажа оружия. У нас легче. У нас некоторые уже добились принципа взаимности здесь. Спортсмены городской команды уже иногда спецобслуживаются. Плюс еще более специально кушают сами труженики, хотела. Плюс трое из их управления, плюс семеро городских жуликов. Эти уже почти достали по почету среднего инвалютного гостя. Что касается хозяев города вроде этих художников, то эти могут сбегать в столовку за углом и скушать биточки, которые какой-то остряк почему-то назвал уголовными. Не хочу, чтобы меня поняли правильно, но Мерседес хорошая машина. Ну и черт с ней. Жигуль тоже нормальная. Но, конечно, не каждый, а который лада. То есть в экспортном варианте. Экспортный вариант – это наше дивное изобретение. Это есть продолжение нашего уникального гостеприимства за наши рубежи. То есть, конечно, в других местах тоже делают на продажу для себя. Скажем, если делают для нас, конечно, они должны учесть именно нашу специфику. И что у нас морозы, и у нас дороги, и что чертежи потеряют, а включать будут ногой. Конечно, одни должны все это учесть, утеплить, укрепить и покрасить в наш родной васильковый цвет. Но скажите, какой же дурак додумается делать для себя не иначе, а просто-напросто хуже, чем для других? Дурак не додумается, но мы не дураки. Вы знаете, почему они тут вообще не бегают по магазинам так, как мы там? Потому что они до сих пор не могут разгадать, что вообще можно делать с тем, что мы тут у себя для себя делаем. Не хочу, чтобы меня поняли правильно, но кто мог сочинить легенду, что наш балет лучший в мире? Тот мог сочинить, кто мог видеть. То есть все те же гости оттуда, плюс приравнявшиеся к ним люди из хотела отсюда, плюс трое из управления, плюс 12 городских жуликов. Хорошо, еще спортсмены не пошли, у них режим. Что касается хозяев города, вроде тех художников, то есть чувство гостеприимства могут погулять вокруг театра снаружи, что тоже красиво. А вообще не хочу, чтобы поняли правильно, но символ нашего гостеприимства – это березка. Не танцующая, та водит свои хороводы за морями, а мы тут на берегу за нее гордимся. Я про березку, которая произросла на нашей улице. Говорят, за теми же морями есть такое – ход только для белых. Возмутительно, только для черных унизительно, для тех, для этих – оскорбительно. Но когда тут у нас, на нашей улице, вход для всех, кроме всех наших, я бы эту березовую рощу под корешок. Если гость из Чикаго на недельку перебьется, разрешим ему взять без очереди матрешку в нашем промтоварном. Ребята из Чебоксар его пропустят. Если он надолго, и ему, конечно, трудновато с качеством, среди которого мы-то с детства, пускай, пока в нас не проснется самоуважение, приносит с собой и привозит с собой. Во-первых, на пеньках этой березки мы сможем тогда открыть что-нибудь для этих художников, чтобы отметили все-таки свое добро пожаловать. Во-вторых, я думаю, утихнет вокруг березки этот гадкий хоровод разных мальчиков и особенно девочек. Теперь хочу, чтобы поняли правильно. Гостеприимство – высокая вещь. Гость – посланец судьбы. Ему лучшее место – первый кусок. В Древней Греции почетному гостю хозяин лично сам омывал ноги. Менее почетному мыла жена. Совсем паршивому и то рабы не ополаскивал. Но никакое гостеприимство нигде и никогда не означало, что хозяева сами должны ходить с немытыми ногами. Мне нравится лозунг «Добро пожаловать, дорогие гости», но при условии, что рядом, те художники напишут второй. «Добро пожаловать, дорогие хозяева». Только так это можно будет понять правильно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова